Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это на юридическую сторону вопроса, да именно, что если вам скажут, что мужчина вас преследует или как-то еще в отношении к вам себя ведет, то вам имеет смысл задуматься серьезно о том, чтобы, значит, обратиться в полицию. Для того чтобы человека, значит, как-то от вас изолировали, скажем так. Правоохранительные органы вам здесь могут и должны помочь. Ну понятно, что они это могут сделать не так охотно, как хотелось бы, но тем не менее, это то, что вам, на мой взгляд, сделать необходимо. Вот это то, что вам, ну это то, что, на мой взгляд, вам нужно сделать. Вот это первое. Второе. Значит, ну, Мадрид. Значит, у вас очень большая жизнь. И, условно говоря, есть как минимум две. Я предполагаю, что и больше. Серьезные травмы, которые могут вам мешать пожить. Вот. И, соответственно, эти правды вы могли воспринять как что-то обесценивающее вас, как что-то позорившее вас. И мне кажется, что вы боитесь быть брошены вследствие вот этой, ну, вследствие этой травмы, которая у вас, вследствие нескольких травм, которые у вас очень случилось. И, соответственно, вы снова и снова надеетесь, что люди будут, ну, условно говоря, с вами, да, то есть, что люди там, условно говоря, ну, никуда не денутся, что люди там, что люди там, что люди там, что люди там будут хорошо к вам относиться, вот, что люди там будут оценить вас, вот, ну, и так далее. Из этого снова и снова выдают шанс, вот. Ну, а, соответственно, человек это воспринимает больше как то, что вы бесхоребетные, бесхарактерные и так далее. Ну, а вы просто не боитесь, боитесь, что все равно опять. Вот. А, значит, дальше. Смотрите. Вы говорите, я, мне некому обратиться, я живу в городе, который мне родной и друзей только мне нет. Но вы же как-то в этом городе оказались. И почему-то в родной свой город не переехали. Да, могли бы. Например, после того, как, значит, вас бросил у тебя с ребенка. Вот. То есть, в целом, мне кажется, что у вас к себе, вот именно к себе, позиция достаточно такая, обесценивающая. То есть, где-то в глубине души я знаю, что вообще-то я никто. Где-то в глубине души я знаю, что, вообще-то, там, со мной можно, вот, как угодно обращаться. Да, вот, где-то в глубине души я знаю, что по отношению ко мне можно, ну, вообще, вот, прям, как угодно себя вести. Вот такое у меня, если честно, чувство возникает. Я рад был бы ошибаться, но вот выглядит так. И вот, мне кажется, что, мне кажется, что первое, вот, на что нужно обратить внимание ваше, это именно вот на этот обесценивающий факт. Вот, да, тут все от меня ушли, все от меня ушли, да, там, все меня покинули, вот, все меня бросили, никто ко мне не хочет, там, условно говоря, со мной быть, ну, и прочее, прочее, прочее. Дальше, дальше, значит, у вас случилась трагедия, значит, это трагедия, кризис вашей матери, которая погибла. Она, когда вам было достаточно уже много лет, когда вы были уже достаточно взрослые. Вот, у вас уже дочь была двух лет. Я вот, правда, ну, не очень понял, в каком именно контексте вы написали про то, что с вашими, ну, случилось, что вы переживаете, из-за этого до сих пор, до сих пор ситуацию не прожили, не отпустили, то, конечно, вам, ну, конечно, вас это, естественно, отравляет вас это, естественно, обеспокоит вас это, естественно, ну, напрягает, истощает. Может быть, вы даже, там, перед своей, перед своей мамой чувствуете вину, вину, вот. А, значит, важно, немножечко другое, да? Что, когда вы пишете, значит, значит, что меня опустили, а вот человек со своими действиями меня опустили. Нет, не совсем. Человек оцеркалил вам то, что вы сами о себе, скорее всего, думаете. А вы, подавляя свою агрессию, подавляя свою обиду, подавляя свою злость, зарекомендовали себя как человека, крайне, ну, не способны бы себя защитить, к сожалению. И, соответственно, мужчина ведет себя так, как будто вы себя не можете защитить. Ну, к какой-то степени это правда. Вы действительно не можете себя защитить. Вы боитесь про это говорить. И самое главное, что, вот, где-то в глубине души вам кажется, что мужчина, несмотря на то, что, вот, он как и точно сказал там, там, ужасные вещи и все, он прав. Он верно поступает с вами. Братцы, задумайтесь, от чего вам так больно, от чего вы боитесь, что кто-то узнает, от чего вы боитесь огласки и прочее. Из-за неустойчивых представлений о самой себе у вас. И осталось выяснить, за счет чего эти представления о себе у вас не устойчивы. Почему эти представления о себе у вас не устойчивы. Когда и если вы проработаете, увидите, научитесь видеть, тогда вы лучше будете чувствовать себя. Ну, как бы, замечать какие-то вещи в себе, то ситуация будет гораздо лучше, чем она сейчас. А пережить это вместе с психологом. И также вам требуется психотерапия, проработать травмы, вот, и стать более уверенной в себе, и более свободно выражать свои чувства, и не притягивать к себе людей, которые склонны обесценивать, там, принижать и прочее, потому что они отражают вам то, как вы себя видите сами. Вот, к сожалению. Такой вот ответ. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Переварите, пожалуйста, то, что я сказал вам. И надеюсь на какую-то обратную связь от вас. Всего доброго. Продолжение следует.